Всем привет, друзья! Сегодня мы смотрим обзор вот этих прекрасных смарт-часов, которые называются Qubot N1. Поставляются в классической для часов всех часов компании Qubot упаковке. Сзади у нас есть маркировка, есть серийный номер и модель N1. Цвет у нас черный, коробка довольно компактная и по комплектации здесь практически ничего нет. Здесь только небольшая инструкция и, конечно же, у нас здесь еще есть магнитный кабель для того, чтобы заряжать наши часы. Давайте начнем с удобства. Сидят эти часы довольно хорошо, немножко потеет рука под этим ремешком, если вы ходите, например, не в каком-то холодном, а в обычном помещении, да, такое присутствует. Но, все же, если смотреть со стороны, то вот эти часики смотрятся довольно интересно. Никто не скажет, что они стоят в районе 30 долларов, допустим, да? Эти часы мне предоставили Qubot для обзора, поэтому на них ссылочку я оставляю в описании под этим видео. Можете перейти, посмотреть, кому это интересно. Ну, а сейчас часы. Да, смотрятся действительно неплохо, мне дизайн их более-менее нравится. Хотелось бы, конечно, немножко тоньше вот эти рамки корпуса сделать, тогда часы были вообще очень солидные. Что касается сравнения с большинством конкурентов, я думаю, вы понимаете, что даже у меня на канале было много обзоров смарт-часов. Их сейчас штампует и Qubot, и Blackview, и Durge уже, и Oktel начали делать смарт-часы. Короче, все делают смарт-часы, скоро еще и планшеты все начнут делать вслед за Blackview, потому что Ulefone уже начали делать. Итак, начнем с самого важного. Аккумулятор имеет емкость 460 мАч. Чтобы вы понимали, это практически в два раза больше, чем у всех часов, которые я, в принципе, обозревал на канале. И это здорово, потому что действительно заряжать такие часики нужно вам будет очень-очень редко. Фишкой этих часов стало не только измерение пульса, которое есть уже практически в любом гаджете, таком бюджетном. Здесь есть измерение уровня воздуха в крови. Короче говоря, насыщение крови кислородом. Вот такая вот штука. Давайте я прямо сейчас вам покажу, как это работает. Сейчас я быстренько надену часики эти. Вот, SPO2. Заходим сюда и ждем, какой процент у нас покажет. Видите, 98. Насколько я читал, так как я не медик и особо о этом не разбираюсь, 98 это говорит о том, что жить я буду. И, возможно, даже буду жить долго и счастливо. Но если серьезно, то если у вас будет показатель ниже 95%, то это уже говорит о каких-то отклонениях. Опять же, часы, как и любые смартфоны и другая техника, все делается по трендам. Вот видите, 99 уже. То есть, все хорошо. Кровь отличная, надеюсь. Так вот, не знаю, как это все работает, но почему такую штуку внедрили в эти часы? Да потому что коронавирус и все, что с ним связано. Судя по тому, что я читал в интернете, вот этот уровень кислорода в крови, когда у вас, например, коронавирус, не дай бог, то он у вас может быть в районе там и 90, и 88%. Но я думаю, если у вас будет коронавирус, то вам нафиг эти часы даже не надо. Вы и так будете понимать, что у вас есть проблемы. Ну а так, для себя, чтобы себя успокаивать, да, можно заходить и иногда перемерять уровень кислорода в своей крови. Ну и, конечно, пульсометр здесь тоже есть. Итак, друзья, что касается кастомизации этих часов. Да, они ей поддаются. Используем мы приложение Glory Fit. Вот как оно у нас выглядит. Glory Fit. Заходим в него. Часы у нас, конечно же, синхронизированы. Заходим в пункт, который называется настройка часов. Здесь мы можем увидеть все циферблаты, которые мы можем применить на наши часы. Просто нажимаем сюда, нажимаем сохранить. Проходит примерно минута, оно синхронизируется с часами. Как бы часы подгружают это со смартфона. И у вас такой вот циферблат. То есть их здесь огромное количество. Но самое интересное, это, конечно же, вот эта полная кастомизация. То есть вы можете сюда поставить, грубо говоря, все что угодно. Например, в обзоре смарт-часов Qubo W03 я ставил сюда свой логотип канала. Твэкдэй. Ну и шрифт менял, по-моему, на какой-то другой цвет. Или белый я ставил, я не помню. Ну, короче, шрифт вы можете менять. Точнее, не шрифт, а цвет вы можете менять вот прямо здесь. А саму картинку фоновую вы можете подгрузить со своего устройства. То есть это может быть либо ваша фотка. Там часть фотки вы можете выбрать любую. Либо какую-то картинку, которую вы загрузили на смартфон и хотите сюда поставить. То есть таким образом вы, грубо говоря, свой циферблат настраиваете как хотите. Это реально удобно. И помимо таких вот классических циферблатов, вы можете, скажем так, окружающих поражать своими прикольными заставками, которые сюда можно поставить. И все это на довольно доступных смарт-часах. Ну и понятное дело, что это у нас умные часы, хоть и бюджетные. Здесь есть много спортивных режимов. Не знаю, кто-либо пользуется этим или нет. Но в основном эти часы имеют практически все те же функции, что есть на любых других смарт-часах. Ну, помимо того же измерения уровня кислорода в крови. Но вот что меня здесь удивило, это то, что в настройках даже нет яркости дисплея. То есть я просто не могу поменять яркость дисплея. На всех смарт-часах, которые я обозревал, эта штука была. Здесь же в настройках вот. Выключение, сброс, информация, ну и QR-код для приложения. Хотя приложение GloryFit, вы можете просто в PlayMarket зайти и сами его скачать. QR-код вам, в принципе, здесь и не надо. Кстати, в случае чего, снять ремешок здесь абсолютно не является проблемой. Здесь такие вот специальные штучки. Вы зажимаете, и ремешок у вас достается. Все. Очень даже просто и удобно. Сам ремешок у нас состоит из такого... Это, короче говоря, стандартный материал. Это такая резинка, то ли, как правильно сказать, TPU. Короче говоря, такой специальный материал. Грубо говоря, это просто резина. А вообще, в целом, за свои деньги это реально прикольные смарт-часы, которые, в принципе, можно советовать для покупки. Потому что, по факту, если вы хотите подобные смарт-часы, то вы просто выбираете между брендов. Потому что у всех практически одинаковая начинка, одинаковая операционка. Все то же самое. Какие бы часы вы не смотрели. Поэтому, скажем так, смотрите просто по дизайну самих часов. Какие вам нравятся больше. Это, если мы говорим, напоминаю, о смарт-часах. Стоимостью в районе от 25 до 40, максимум 45 долларов. Вот. Qubit, Dojo, Ketel. Все делают хорошие смарт-часы. Но в данном случае здесь действительно высочайшая, просто высочайшая автономность. Благодаря большому аккумулятору. Возможность мерять не только пульс, но и уровень кислорода в крови. Ну и здесь реально действительно они очень строгий классический дизайн имеют. Мне они очень-очень понравились. Я их даже пока продавать не буду. Больше вам скажу. Попробую немножко потягать, попробовать. Что ж, друзья. Ссылка на Алиэкспресс будет в описании. Smart-часы Qubit N1. Новинка лета 2021 года. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.